Из очевидного только то, что красивая женщина. Всё остальное, значит, если надо выбрать между актрисой, телеведущей, певицей, моделью, что останется? Ну, на самом деле, всё это правда. Кроме одного, я никогда не работала моделью. Про вас написано, что вы модель? Я выиграла три конкурса красоты в своей жизни. Да, вы с этого начали? Это случилось, мои. Нет, я начала с того, что я поступила в Театральный художественный институт. 15 лет вы снялись в кино. Снялась в кино, поступила в Театральный художественный институт, на конкурс красоты попала совершенно случайно. Да, это знаменитая история. За компанию с подружкой я совершенно не думала выигрывать. Но, знаете, когда не трясёшься, не колычешься, тогда всё получается. Да, вот это, кстати, удивительный совершенно типаж. Вот в Америке, мы поговорим, кстати, про ваш американский опыт, недавний про клип, который вы снимали в Лос-Анджелесе. В Америке есть такое слово «пуши», то есть вот такой пробивной, настойчивый человек. Значит, я из ваших рассказов в других телепередачах знаю, что вы просто поехали за компанию со своими знакомыми девочками на этот конкурс, который уже там прошёл первый этап, и просто пошли и предложили себя, сказали, вот я вот тот тоже хочу. Да. Вот, ну не каждая так сможет, даже будучи уверенной в своей привлекательности. На самом деле, вот до конкурса красоты я не знала о том, что я хороша собой. Я об этом не думала. Тогда время было другое, тогда были нам другие ценности. Какие-то? Когда больше думали о душе, о любви. Я росла в такой творческой среде, я готовилась стать себя актрисой. Знаете, внешность всё-таки была не на первом месте, не на превалирующем. Это сейчас уже, а-ля глянцевые журналы, модели, фэшн-индустрия и так далее. И все женщины и девушки и девочки просто зациклены на своей внешности. Тогда этого не надо. Да, потому что у них есть в том числе и ваш пример. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. Добрый день, друзья, не другие. Я, когда беседовал с Анжеликой Агурбаш, даже не предполагал, что она станет политическим деятелем. То есть для меня она была такая очень-очень известная персона светская. Одна из самых известных в ту пору содержанок из среды шоу-бизнеса. Скандальная такая певица, слэш-актриса. Оказывается, она политическим деятелем стала. Даже в голову мне не пришлось беседовать с ней про девочек. Там и про прочее спрашивать про то, как она относится к Лукашенко. Ей там больше 10 лет срока грозит. Она в розыске, насколько я понимаю, скрывается где-то, то ли в России, то ли еще. Где-то от белорусского правосудия. В общем, она оппозиционер. Выступила против батьки. Вот. Ну, я сотый раз повторю прискуску свою любимую. Интересно девки пляшут.